всем привет большой большой привет значит анонсированный мною рецепт полу ленивых глупцов из пекинской колбасы и капусты в общем у меня есть пекинская капуста две штуки две штуки потому что в общем то листья достаточно большие потом когда они уходят в середину в общем середина практически не пользуется вернее она пользуется но чисто как подложка в кастрюлю у меня есть перчик такой вот перчик у меня есть шампиньонки и шампиньонки короче их 200 народ так вот 250 грамм я хочу ничего с не меняла у меня значит есть с учетом того что я как говорится не буду готовить с рисом потому что для диабетиков в частности для товарищей противопоказаны все эти рис макароны картофель и все что и же с ними вот поэтому вместо риса я буду использовать скажем так пережаренные шампиньоны грамм 250 в сыром виде вот потому что сейчас объясню почему в общем грамм 100 200 250 грамм приблизительно вес 1 перца грамм 100 в общем это можно все сделать на глаз я как я уже сказал я не буду использовать рис вместо риса будут жареные шампиньоны внутри вот вместе с пришел еще один голодающий будет использована вместо риса это жареные шампиньон я взяла два вида фарша значит два это свиной фарш без соли без ничего да конечно фоксик тебе тоже достанется чуть-чуть здесь по 400 грамм так как я буду делать большую кастрюлю чтобы как говорится на всю оставшуюся вот и взяла еще 400 грамма куриного но с учетом того что как бы куриный он достаточно сухой то я еще буду использовать бекон паштет половинку вторая половинка завтра пойдет на паштет вот опять же это все будет пережарено вместе все сначала пожарю бекон потом в это пережаренный бекон я добавлю шампиньоны и лук я добавлю лучок такой свежий можно обычный обычный белый лук можно красный лук причем какой вам в этот раз захотелось вот с таким зиманом сделать туда же пойдет морковка почищенная и потертая фаприку я порежу тоненько пожарю но это нужно будет для зажарки в общем я все это покажу по ходу значит у меня в упаковке 400 грамм бекона половину я отрезала сейчас буду резать и закидывать сразу в сковородку я у тебя откопала шалот лук она небольшая такая у чем-то это самое почистила сейчас ее порезу и добавлю в бекончик он уже начал томиться получше был вкус в общем порезала я салон 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 лук и сейчас добавлю его в жаре в общем лук оказался ядреный я рыдаю не знаю почему он такая зараза в общем очень почему-то он как правило очень мягкий нежный и практически безвкусный ну что-то как-то прям сегодня дало в общем потихонечку это все дело пережариваем я извиняюсь что слушает этот самый вытяжка но без вытяжки нельзя потому что сработает пожарная пожарная тревога и короче сигнализация сработает поэтому а это дело такое в общем она у нас столица и ждет своего часа я пока сейчас займусь шампиньи чеками в общем я нарезала часть вторая часть уже в сковородке рекомендую не сильно мельчить потому что она все равно будет ужариваться будет будет становиться небольшими кусочками но в общем такое средне среднестатистическое в общем как на глаз вам так и будет жарится моя красота здесь бекон одна маленькая луковичка шалота и порядка 300 грамм шампиньонов сейчас я это пережарю практически до полной готовности и отставка морковку мы в общем то очистим и на терку все просто все элементарно морковки у меня вот четыре штуки ну где-то среднем я всегда смотрю чтобы она как бы по объемам было одинаково так чищу морковка моя почищена вот народ так вот так в общем четыре штуки готовы сейчас печик я помыла хвостик я ему сейчас вырежу штучку все что не нужно вырежем ему правильно перчик у нас готов красота моя поджарилась теперь это просто переложу в другую емкость на соль я попробовала соли я не добавляла потому что там есть беконом солоноватый я добавлю соль уже фарш поэтому здесь я ничего не не добавляла в общем сейчас я переложу большую такую плоскость в общем здесь у меня все что я сказала шампиньоны лук и бекон пережаренные вместе не соленая это все откладываю вернее часть большая часть пойдет фарш а немножечко пойдет сверху чисто для красоты на сковородку я закинула сливочное масло обычное нормальное сливочное масло сковороду я не мыла после бекона и всех этих ингредиентов потому что я считаю что запах который уже начали начинает накапливаться в сковороде один из важнейших для вкусовых предпочтений моих ну завернула сюда я добавила порезанный перчик вот порезала я его на кухонном комбайне в течение считанных секунд он теперь будет обжариваться и сейчас я покоцаю морковку и добавлю сюда вот добавила сюда добавила сюда морковочки сейчас это все дело пережарю пока она будет пережариваться я это все дело ну то есть она конечно жарится все это самое я сюда еще порежу красного ручка тоже и пережарю это все дело ну то есть она пока это у нас будет зажарка сейчас я быстренько покоцаю красный лук можно обычный белый просто у меня белого не оказалось как получилось по чистим и все будет так как надо пересыпала все вместе в сковородочку немножко подмешала и она уже начало томиться жарится и томится в общем весьма такое колоритное по цвету получается делом сейчас я это все поджарю доведу до нужной консистенции и покажу как она выглядит у меня вот морковочка моя притомилась папричка моя очень даже хорошо утомила сейчас только довести дело до логического конца с луком я взяла мою пекинскую колбасу капусту отрезала хвостики у них хвостики нам уже никуда не не это самое можно выкидывать вот кстати второй хвостик то есть у меня вот на сегодняшний момент на данный момент два таких обрезанных этих самых все теперь подготовка так сказать подготовка я просто снимаю и кладу вот эти эти самые листья листики по идее они достаточно мягенькие но иногда вот эта штуковина она в общем то ну немножко грубовато мешает заворачиваем я вот так вот раз и срезала и отложила положила срезала и отложила в общем я по листично разбираю капусту сразу чтобы это самое потом было легче и как-то обрабатывать поэтому легче всегда как-то одна операция сначала одно потом второе потом третье она как-то быстрее выходит чем все операции одновременно то мне кажется это не совсем удобный вариант во всяком случае и опять же можно смотреть какая ширина этих листьев достаточно ли она для заворачивания если уже недостаточно но тут еще как бы под вопросом ну это уже как бы вот у нас остается такие небольшие листики я их просто отложил сразу сюда и я ее разберу до конца потому что мне эти листики понадобится положить на дно кастрюльки чтоб у нас ничего не горело но она и так гореть не будет кстати я включила духовку на 200 градусов и она начала разогреваться вот этот маленький хвостик можно закидывать значит моя морковка паприка и лук дошли до нужной мне кондиции теперь я приблизительно одну третью часть отложу и перед переложу даже можно сказать половину переложу отдельно в мисочку а вторую половину я пережарю еще с томатом в общем я довольно демонстративно так отгребла половину вторую половину я положила в мисочку а вот эту часть мы сейчас будем пережаривать с этими в общем я беру вот эти помидоры это обычные помидоры они хорошо подходят для для пасты и для соусов для различные в общем куда хочешь туда и можно дошли полу соусов по различные для пиццы посты в общем я это дело открываю в общем выглядит вот вот так вот в общем здесь это раз два три 4 5 6 6 помидоров в этом деле и теперь мы это все дело и пережариваем вместе с предыдущим луком я его немножечко покоцаю эти помидорки чтобы они не были большими вот и это можно все благополучно томить на небольшом огне когда она уже начнет скажем так сливаться своими соками пропитываться любовью друг другу тогда я добавлю чесночку чесночок у меня вот он чесночок у меня вот такой он называется китайский 40 раз говорила но еще раз повторю он одна единственная головка я ее потру и потом добавлю сюда но пока рано еще в общем это все оно у нас скажем так дошло до нужной консистенции мне оно уже очень даже нравится оно такое довольно спокойное вот сюда я сейчас добавлю соль кем вот приблизительно узнает вот сколько сроки вот где-то как бы вот так вот потому что вот сюда уже будем добавлять то что нам нужно чтобы давало нужный вкус оно уже давало общий вкус всему блюду сюда же я добавляю смели-сунели вот тоже приблизительно из той же серии вот это так щепоточку такую хорошую вот все это дает нам удовольствие при поглощении еды ну короче добавляю это сюда же я добавляю петрушку петрушку никогда не жалейте петрушка сухая и все это делаем перри-перри-перри-перри и оставляем на очень маленьком таком огонь огоньчике чтоб он просто как бы томился вот это у нас будет зажарка которая будет давать нужный вкус в общем пусть она себе тихонечко живет своей жизнь тру на терочке на мелкой чесночок не совсем удобно на эту руку вот в общем у нас вот такая красота получается вот по идее можно добавить больше ну в общем это порядка 5-6 чесночок чесночин доли к чеснокам приблизительно в общем все это теперь у нас потихонечку утушивается ужаривается больше я сюда кроме воды ничего не добавлю в общем на данный момент оно просто вот такое пастообразное дело что хочу сказать вот эти все запчасти которые у меня остались вот но это как говорится пойдет а вот это все по идее по идее можно выкинуть а можно чтобы уже полностью так сказать безотходный процесс вот эту всю красоту можно меленько-меленько порезать и добавить фарш с учетом того что диабетикам как говорится тоже хочется вкусно поесть а вот эти эти самые они довольно много содержат жидкости и оно своим образом как бы будет давать такое немножечко ну более насыщенный более сочный вкус у голубцов что я сейчас и поделаю то есть вот эти хвостики которые я отрезала от от больших листьев вот тоже пойдут в дело листики у меня готовы я их всех порезала отрезала хвостики сделала их чуть потоньше в общем они ждут своего часа я с ними больше ничего не делаю не варю не кипятком не ошпариваю ничего так я буду их заворачивать и ложить в кастрюльку в общем я это порезала я скажу честно что я у меня осталась еще часть в мусорке но я решила что мне этого количества абсолютно хватит то есть все это режется и все это будет смешиваться вместе с фаршем ну что приступаем довольно большой сосуд сюда мы выворачиваем наш пошту ну пошты господи наш фарш весь фарш то есть здесь получается кило двести фарша восемьсот грамма свинины и четыреста грамм куриного парша вот это свинина а вот это у нас куриный вот все это дело выкладываем туда а все это комнатной температуры так сюда же я добавляю вот этот вот эту штукерацию от пекинской капусты порезанную для сочности вот сюда же я отгребаю скажем так сейчас наверное так сюда же я отбираю половину ну где-то половину моих шампиньонов бекона и лука вот сюда я отгребаю отгребаю ту половину которую я готовила для зажарки но это без помидоров сюда я это все делаю отгребаю вот сюда же мне надо добавить вот вот такое количество всего этого дела я так думаю что не больше двух яиц как связующего такого этого самого материала потому что много яиц тоже плохо потому что если много яиц оно будет такое жестковатое ну по идее тут как говорится 800 кило 200 фарша то я думаю что хватит мне и двух яиц в общем сюда я добавляю два яйца не знаю видно не видно вот так вот два яйца короче говоря пошли сюда я добавляю приблизительно половина стакана воды ну у меня тут маленький стаканчик в общем где-то приблизительно половина теперь мы это все потихонечку начнем перемешивать ну конечно я навалила всего пока тут все выливала высыпала смотрю батарея садится окончательно бесповоротно поэтому значит продолжаю в общем все это мы перемешиваем потихонечку сюда же я добавляю соль соль обычная ну в данном случае у меня морская приблизительно вот такая горсточка и сюда же черный перец вот такой можно любой ну вот приблизительно столько все много я не люблю поэтому его чуть-чуть чисто так для этого самого для запаха для легкого такого легкой-легкой нотки сюда можно еще добавить я добавляю сюда петрушку соленую сейчас добавлю в общем петрушку я добавляю как всегда так конкретно так хорошо сухой петрушки можно сюда же и добавить немножко хмели-сунели чисто для этого самого чисто для запаха все и продолжаем это все дело тихонечко перемешивать вот единственное как бы я могу сказать что когда я все это перемешаю я попробую на вкус попробую на на воду посмотрю какие ингредиенты мне хватает или нет в общем приблизительно фарш для моих голубцов выглядит так как я говорила рис гречку картофель я не добавляю потому что для диабетиков такие вещи в общем-то не нужны если бы готовила для себя добавила гречку но так как в общем для диабетиков само то пока моя зажарка тут в общем-то томится я сюда же высыпаю остатки грибов и просто все это вмешиваю и все вот воду я буду добавлять но покажу когда покажу когда вот кто-то звонит небольшая рекламная пауза да рекламная пауза для маленьких котиков да скажи нам тоже нужна пауза нам нужно чтобы нас кто-то гладил да вот так вот скажи хорошо нам тут вкусняшков вкусняшков дали и жить можно так жить можно так и и